Разъярённый бык Ламборгини был символом экстремального дизайна и инженерных решений в автопромышленности почти 50 лет. Но сегодня, с приближением новой эпохи суперкаров, итальянская компания поставила перед собой самую амбициозную цель в своей истории – разгромить конкурентов, создав лучший спорткар в мире. Качественно новый автомобиль, который произведёт переворот в мире суперкаров. Но это будет непростая переработка старых флагманских моделей Ламборгини. Перед инженерами и дизайнерами компании стоит задача начать с абсолютно чистого листа. Команде Ламборгини приходится работать на пределе своих возможностей на этом мегазаводе на севере Италии, чтобы оправдать эти ожидания. Сейчас, когда новейшие детищи фирмы готовы выехать на дорогу, станет понятно, окупилась ли эта рискованная стратегия. Мегазаводы, суперавтомобили Ламборгини Авентадор За прошедшие 50 лет Ламборгини создала несколько самых знаменитых спорткаров мира. 350 GT Miura Countach Diablo Марка получила всемирное признание благодаря отсутствию каких-либо ограничений в своём подходе к разработке автомобилей. Экстремальные, мощные машины компании десятилетиями обеспечивали ей место в элите производителей суперкаров. Но на этом рынке, где появляется всё больше игроков, нельзя почивать на лаврах. Прошло 10 лет с запуска последней флагманской модели Мурсиелага. И для Ламборгини настало время вновь продемонстрировать свою силу. Задача генерального директора Стефана Винкельмана – найти смелое решение. Одна из самых сложных задач была задать верный настрой. Мы бились недели и месяцы однажды. Я пришёл домой и подумал, ведь это так легко, всего два слова, вне конкуренции. Нет компетитовцев. Затем последовали четыре года напряжённой разработки, производившейся в условиях чрезвычайной секретности. Наш завод был закрыт, как Форт Нокс. Мы следили за тем, чтобы никто не попал внутрь и не сделал снимков, чтобы избежать утечки информации. Наконец, в марте 2011 года на Женевском автосалоне Ламборгини сорвала завесу тайны и продемонстрировала свою новейшую модель. АВЕНТАДОР ЛП-704 Запуск этой модели имеет огромное значение для будущего компании. Для нас АВЕНТАДОР – возможность вернуть себе лидерство в важное вехо десятилетия. Это должен быть скачок на два поколения, нечто по-настоящему отличающееся от того, что было прежде. Оснащённый фирменным 12-цилиндровым V-образным двигателем, Ламборгини АВЕНТАДОР способен развивать скорость до 350 км в час и разгоняется с нуля до сотни менее, чем за 3 секунды. На сегодняшний день это самая быстрая машина компании. Но стоит заметить, что скорость не главная в АВЕНТАДОРе. Стефан Винкельман изложил своё видение будущего этого суперкара в особом манифесте. В наши дни намного важнее говорить о мощности на единицу веса, о балансе между мощностью автомобиля и его весом. Для нас в будущем намного важнее будет снижать вес, потому что именно от этого зависит ощущение от вождения. АВЕНТАДОР станет первым испытанием этих идей. Телеканалу National Build предоставлен эксклюзивный доступ на завод Ламборгини, где мы получим возможность увидеть создание первых экземпляров этой машины. Это Санта-Гатта Болоньеза. Типичный живописный город в самом сердце итальянской провинции Милия-Романия. Но на самом деле этот город совсем необычен. Здесь располагается компания Ламборгини, один из знаменитейших производителей суперкаров в мире. Завод располагается в центре района, называемого Северо-Итальянской долиной моторов. По словам руководителя отдела по связям с общественностью Рафаэло Пора, Санта-Гатта тесно связана с успехом Ламборгини. Все в мире знают, что наша машина производится в Санта-Гатте Болоньеза. Наш завод – своеобразный храм, куда люди совершают паломничество, чтобы взглянуть на место рождения этих автомобилей. Оно для них священно. За годы существования фирмы завод претерпел множество изменений. Но здесь никогда не отступали от главной цели – производить машины, бросающие вызов статусу КВО. И штат завода, состоящий в основном из местных жителей, – важная часть этого принципа. Здесь работают люди из этого региона, даже не региона, а из этой части Эмилии. Это долина моторов Эмилии, и многие люди не только живут здесь, они родились здесь, их предки жили здесь. На предприятиях сейчас работает уже второе поколение наших рабочих. Эти люди – источник силы Ламборгини. Более 400 человек, работающих с единой целью – производить высококлассные автомобили, постоянно привлекающие внимание публике. За последние 20 лет появилось новое поколение изобретательных и технически подкованных специалистов. Такие компании, как Пагани и Кёнигсек, намереваются опрокинуть легендарные имена в мире суперкаров. Такие имена, как Ламборгини. Но вряд ли этот итальянский гигант позволит своей мантии упасть с плеч без боя. Воплощением этого духа является эмблема компании – разъярённый бык. Кроме прочего, вдохновением для него послужило бесстрашие легендарных испанских бойцовых быков. Один из которых продемонстрировал подобное бесстрашие в бою и получил награду «За отвагу» в 1993 году. Его звали «Авентадор». И спустя почти 20 лет его история получает продолжение в новейшей модели «Ламборгини». Команде разработчиков компании «Ламборгини» необходимо выразить этот бойцовский дух «Авентадора». В 2007 году перед ними встала грандиозная задача – создать суперкар, который задаст стандарты для всех остальных. Маури Цориджани, начальник проектно-конструкторского отдела, понял, что единственная возможность справиться с задачей – сделать шаг в неизвестность. Нам пришлось полностью переработать автомобиль, начать с чистого листа. И на нём определить все функции, всё, что необходимо для создания лучшей машины в мире. Полностью пересмотреть то, что определяет суперспорткар. Начинать с чистого листа крайне рискованно и задача Риджани – убедить совет директоров, что это правильное решение. Это было одной из самых сложных задач. Почему? Потому что у представляемого нами проекта не было ничего общего с Мурсиелага. Ничего с тем, что было в производстве. Это означало начинать с чистого листа, совсем связанным с этим риском. Но совет директоров решает, что риск того стоит. В конечном итоге они всё прекрасно поняли, потому что в этом и заключается «Ламборгини» – создавать новое, используя революционный подход. Дух инновации очевиден в каждой черте «Авентадора». Ведь в компании понимают, что в борьбе за место на вершине «Олимпа» не победить с помощью полумер. Нигде этот бойцовский подход не очевиден так, как во внимании к лёгкости конструкции, которую здесь подняли на новый уровень, применив совершенно новую идею для дорожных автомобилей – полностью углепластиковый монокок. Подобные конструкции распространены в гоночных автомобилях, но дорогостоящие материалы и трудоёмкие технологии изготовления сделали их недоступными для производителей суперкаров, которым пришлось сочетать углепластик с более дешёвыми и тяжёлыми материалами вроде алюминия. Так было до сегодняшнего дня. Команда разработчиков нашла метод, позволяющий поставить технологию с гоночных трасс на поточное производство. Но для этого требуется соответствующее специализированное производство. Поэтому в 2009 году компания построила совершенно новый мегазавод неподалёку от своей штаб-квартиры. Здесь будет производиться уникальный углепластиковый кузов Авентадора. Его вес всего 147,5 килограммов, позволяет Авентадору быть значительно легче Мурсилага, что серьёзно улучшает столь значимое отношение тяги к массе и, следовательно, управляемость. Компания надеется, что эта инновация устранит угрозу со стороны новой волны конкурентов. Компания «Ламборгини» прекрасно понимает. Каково быть дерзкой молодой фирмой, мечтающей о свержении признанных авторитетов? Именно так эта компания возникла почти 50 лет назад. Человеком, нарушавшим статус-кво, в те времена был основатель фирмы «Ферруччо Ламборгини». Он сколотил состояние на производстве тракторов и часть денег тратил на удовлетворение своей страсти к спорткарам. По легенде, когда он приехал на завод «Феррари», с критикой некоторых их деталей, на его мнение не обратили внимания. Он получил негативный ответ на некоторые свои требования и предложения по улучшению машины. Тогда он сказал, я открою собственную компанию и создам лучшие спортивные автомобили в мире. Он основал автомобили «Ламборгини» в 1963 году и несколько лет бешено трудился над достижением этой цели. Автомобили пользовались успехом, но именно запуск легендарной «Миуры» в 1966 году прославил Марко. Новому предприятию производителя тракторов удалось ворваться в эксклюзивный мир суперкаров. Почти 50 лет спустя, несмотря на то, что компания уже вошла в ряды известных производителей спорткаров, она не теряет стремление к смелым и бескомпромиссным решениям. Это прекрасно демонстрируется в области, которая, по мнению компании, определит будущее в разработке спорткаров, в создании легких углепластиковых конструкций. Работа фирмы с углепластиком берет свое начало в 80-х годах прошлого века, когда был создан Countach Evolutione – концепт-кар, в котором разработчики экспериментировали с композитными материалами. Он был детичем недавно созданного отдела композитных материалов. Отдел-приемник которого предпринимал много попыток исследования и разработки легковесных композитных материалов. Благодаря сделанным здесь открытиям, компании удалось открыть поблизости новый завод по производству углепластика. Человеком, перед которым в 2009 году была поставлена эта задача, является Раньери Николи. И начинать ему пришлось с чистого листа. Когда мы проектировали и строили этот завод, нам было не на кого равняться. Мы были единственными в автомобильной промышленности, кто использовал подобные технологии. Поэтому для вдохновения им пришлось обратиться к другой области. Мы обратили внимание на другие сектора, например, на авиапромышленность. Мы адаптировали и изменили их технологии под систему производства Ламборгини, чтобы создать наш автомобиль. Результатом стали 500 квадратных метров новых производственных площадей – цех CFK, полностью посвященный созданию сверхлегкого монокока «Авентадора». Здесь 146 специалистов по работе с углеволокном трудятся день и ночь, выпуская четыре полных монокока за 24 часа. Для достижения этих показателей инженеры разработали уникальную производственную систему. Все материалы режутся автоматизированной машиной перед тем, как отправиться на участок подготовки. Материал укладывается в формы. Затем ламинируется в вакуумных пакетах, что заставляет свои материалы держать форму. Затем будущие детали обжигаются в больших печах, называемых автоклавами, под давлением. Одновременно с этим идет производство других деталей монокока. Операторы подгоняют и подрезают новые слои углепластика с помощью точных лазеров. В специальной печи между слоями углеродного волокна вводится смола, превращающие мягкие, похожие на ткань листы материала в прочную, твердую деталь. После окончания всех этих процессов узнаваемый облик получают два главных компонента. Основание, называемое ванной, и крыша. Они укладываются в автомат, который просверливает в них отверстия, чтобы потом крепить к ним другие элементы. По всему заводу, управляемые компьютерами машины, работают вместе со специальными людьми. Это партнерство – неотъемлемая часть производственного процесса Ламборгини. Для нас главным является следовать системе производства Ламборгини. Это высокий уровень мастерства, большое количество опытных специалистов в сочетании с технологией и автоматизацией. Это было одной из главных задач, которую мы тоже включили в наш план. Инженерными решениями, вдохновленными авиастроением, пронизаны многие аспекты производственного процесса в цеху композитных материалов Ламборгини. Как, например, этот этап – обстукивание молоточком. В ходе этого испытания оператор ударяет по секции монокока особым молоточком и дает ему вибрировать, на слух определяя участки, где в толще углепластика мог остаться в воздух. После проверки детали готовы к объединению. Ванна и крыша склеиваются, и монокок становится единым целым. Очень важно соблюсти правильное расположение обеих частей. Для этого рабочий использует роботизированный манипулятор. С трехмерным лазерным устройством, проверяющим правильность соединения секций. После подтверждения правильности всех габаритов к монококу вручную крепятся металлические части, и кузов готов. Он отправляется в световой туннель, где проверяется качество поверхностей, чтобы гарантировать их идеальное состояние перед выпуском кузова Авентадора. Кузов готов покинуть углепластиковое производство, и мы впервые можем увидеть, как уникальная геометрия Авентадора принимает свой облик. Этот экстремальный дизайн – одна из самых узнаваемых черт свойственных Ламборгини. Эту традицию сохраняют и развивают здесь, в дизайнерском центре Ламборгини, Чентро стиле. Прорыв в следующее поколение, требуемое от Авентадора, не заканчивается на его инженерных свойствах. Внешний вид автомобиля – также неотъемлемая часть этих амбиций. Дизайнер Ламборгини всегда должен быть революционным. Конечно же, любой должен сразу понимать, что перед ним Ламборгини, даже если он не знает модель. Это очень трудная задача для наших дизайнеров. Им нужно создать нечто новое, но одновременно с этим очень узнаваемое. Задача группы дизайнеров и их руководителя Филиппо Перини еще более усложнилась в самом начале разработки Авентадора. Когда совет директоров заставил их соревноваться с другими компаниями, чтобы заслужить право на создание облика новой модели. И в какой-то момент казалось, что победа ускользает от них. Самым тяжелым моментом было, когда мы поняли, что рискуем потерять проект. Это был критический момент в процессе. И мы поняли, что нужно проявлять более инновационный подход, быть менее традиционными, более экстремальными, неожиданными и бескомпромиссными. Работа шла тяжело, но дух соперничества возымел на команду положительный эффект, и их вариант победил. Результатом стал дизайн, пропитанный глубоким пониманием прошлого компании. Наш дизайн основан на истории фирмы. Это стремление всегда создавать что-то новое, создавать новые объекты с максимально футуристическим обликом. Это часть истории Ламборгини. Определённые элементы являются важными деталями флагманской модели Ламборгини, например, знаменитые двери-ножницы. Но в остальном у команды дизайнеров была полная свобода создавать что-либо новое. Они отлично разбираются в эстетической стороне, но им также важно ясно понимать инженерные нужды автомобиля. Ведь стилистические решения можно принимать лишь в том случае, если они помогают автомобилю достигать наивысших показателей на дороге. Форма всегда следует за функциональностью, нет никаких ложных элементов. Все воздухозаборники, все щитки функциональны, нет никаких фальшивых элементов. Это сложнее, потому что нужно сделать форму, вызывающую эмоции. Одним из инженерных препятствий для команды дизайнеров была необходимость обеспечить Авентадор достаточным количеством воздуха для охлаждения его 12-цилиндрового двигателя. С точки зрения дизайна, здесь нам нужно было решить проблему необходимости установки большого радиатора двигателя на боковых секциях автомобиля. А это требовало более широких воздуховодов. И с самого начала не дало нам разделить массу машины на три отдельных блока, как мы это обычно делаем. Однако сейчас, глядя на результат, становится понятно, что подобная архитектура дала нам уникальную возможность создать автомобиль с одной линией, вот этой. Из этого баланса возник автомобиль, стиль которого тесно связан с его ролью скоростного автомобиля. Источников вдохновения у него было много. Они создаются с помощью одного из самых важных инструментов – команды мозгового штурма. Мы черпаем вдохновение из природы, спорта, техники, образа жизни. Все это элементы, которые мы можем использовать. Мозговой штурм дает нам много идей для дизайна. Детали вроде кнопки пуска двигателя и жидкокристаллический экран взяты, кажется, из кабины реактивного истребителя. Кроме того, мир авиастроения оказывает влияние и на другие стилистические решения. Мы считаем, что авиастроение, самолеты, истребители, даже транспортные самолеты – это максимальное приближение к истинной красоте. Самый продвинутый дизайн, которого можно добиться с художественной и одновременно функциональной точки зрения. Мы понимали, что нужно черпать вдохновение в других сферах. И нет ничего лучше природы, как точки отсчета. Мы взяли образы насекомых, которые вдохновили нас на форму крыши, очень линейную, скульптурно-выразительную. Результатом стало творение, которое с первого взгляда можно определить как принадлежащее к новой эпохе по сравнению с предшествующей моделью. Сейчас груз ответственности больше не лежит на его плечах, и когда Филиппо Перрини видит Авентадор на дороге, он еще больше ценит его дизайн. Я увидел Авентадор в Санта-Гате рядом с нашим грузовиком, и тут же позвонил Алессандро Сальванину, отвечающему за внешний облик. И сказал, прямо передо мной Авентадор, такой красивый, кажется таким низким, а наш грузовик таким большим. Мы как дети, когда мы видим результат нашей работы, когда мы видим машину на дороге, то вновь в нее влюбляемся. Мы начнем с любить эту машину, которую мы почти почти обидели. Однако, прежде чем идеи Перрини станут реальностью, кузов Авентадора предстоит проделать еще некоторый путь. После цеха композитов он отправляется в отдел, где ему придадут одну из важнейших черт. Его цвет. Здесь, в покрасочном цехе, кузов окружается таким вниманием, о каком большинство автомобилей могут только мечтать. Один из 13 цветов вручную наносится на каждый элемент кузова. Специалист индивидуально окрашивает 27 деталей 8 литрами краски. Авентадор с его экстремальными линиями требует больше человека часов, чем любая предыдущая модель Ламборгини. И, конечно, каждый этап работы производится вручную, так как лишь внимательность и проворство человека могут обеспечить нанесение необходимого объема краски на каждую поверхность. В общей сложности на каждый Авентадор в покрасочном цехе уходит 200 человеко-часов. Только на полировку уходит 3 полных дня. После тщательной шлифовки кузов Авентадора несколько раз обрабатывается особыми материалами. После этого он отправляется на еще один этап контроля качества – в световой туннель. Два часа контролер ходит вокруг кузова, проверяя идеальность окраски. При обнаружении недостатка секция будет возвращена на перекраску. Также отмечаются недостаточно отполированные участки, которые вновь обрабатываются. Эти сотни часов самоотверженной работы заканчиваются, когда точные стандарты соблюдены, и машина отправляется на следующий этап производства. На сборочную линию. Сборочная линия Авентадора располагается всего в считанных метрах от места, где почти полвека назад был построен первый завод «Ламборгини». В те времена основатель компании «Ферруччо Ламборгини» был известен своим практическим подходом. Его часто видели в цехах, где он руководил работой. Основное внимание он уделял мастерству механиков, которая, по его мнению, является ключом к успеху продукта. И это отношение по сегодняшний день пронизывает эти цеха. Здесь 50 рабочих на 11 рабочих станциях собирают новейшую модель «Ламборгини». Человек, отвечающий за работу сборочной линии, управляющий производством Андрея Константини, в своих высококвалифицированных рабочих введет прямую связь с корнями компании. Здесь трудятся самые квалифицированные рабочие. Мы принимаем их на работу из лучших школ механиков «Эмилии Романни», окрестностей завода «Ламборгини». Мы обучаем их более двух лет, что делает их лучшими экспертами по механике двигателей. Как и в 1963 году, все делается вручную, как во времена Ферручча «Ламборгини», основателем фермы. В эпоху, когда машины доминируют практически во всех отраслях производства, редко встретишь приверженность искусству умелого ручного труда. Но здесь считают, что, когда речь идет о надежности и точности, люди все еще превосходят машины. И нигде это не проявляется сильнее, чем на участке сборки двигателя. Именно здесь собирается сердце Авентадора – двигатель «Ламборгини» В12. Во времена, когда многие производители спорткаров уходят от использования 12-цилиндровых двигателей, компания «Ламборгини» остается непреклонной. В12 всегда ставился и будет ставиться на их флагманские модели. В12-цилиндровый двигатель – часть нашей истории. Мы опираемся на нашу историю, которая началась с 12-цилиндрового двигателя. Сложно найти что-то мощнее В-образного 12-цилиндрового двигателя Авентадора с объемом 6,5 литров и мощностью 700 лошадиных сил. Но и он не должен стоять на месте. И вновь главное требование – легкость. Несмотря на то, что этот двигатель мощнее двигателя «Мурсилага», он весит меньше всего 235 килограммов благодаря использованию алюминиево-кремниевого сплава в таких деталях, как картер двигателя. Главное назначение этого мотора – обеспечивать тягу Авентадора. Но после подключения к выхлопной системе он берет на себя еще одну важную роль, становясь создателем могучего оркестра «Ламборгини». Двигатель В-12 дает то, что мы называем «музыкой машины». Образ для публики – то, как машина заявляет о своем приближении. Для достижения этого результата мы потратили много времени на симуляции. Мы пробовали разные возможные звуки, сначала экспериментировали в лаборатории, потом на самом автомобиле. Эта 12-цилиндровая симфония имеет полный диапазон от умеренного урчания в городе на низких оборотах до кричащего крещенда при переключении скоростей на максимальных оборотах. Пока собирается двигатель автомобиля, кузов прибывает на сборочную линию, готовый превратиться из пустой оболочки в полностью функционирующий суперкар. Компания стремится совершить переворот на этом высококонкурентном рынке, и «Авентадору» требуется производственный процесс с подходящей для этой цели эффективностью. Стремление улучшить эффективность определенно исходило от рынка, от конкурентов. Мы всегда должны быть лучшими, быть номером один. С точки зрения продукции, характеристик, а также качества. Поэтому, чтобы остаться номером один, всегда нужно серьезно улучшать эффективность на сборочной линии и на всех этапах на всем заводе. Выпуск автомобилей класса «Люкс» – лишь малая талика того, что производят крупные производители для массового рынка. В первый год планируется произвести около 800 «Авентадоров». Но это не означает, что на заводе не могут использовать те же стандарты эффективности, как на более крупных предприятиях. Это означает, что у рабочих есть лишь один час и 40 минут на выполнение целого ряда сложных заданий. Если на работу потребуется слишком много времени, сборочная линия встанет, сроки будут упущены, и стоимость работ возрастет. Обратный отчет начинается здесь, на первой станции. Автомобиль поднимается и поворачивается, чтобы обеспечить механикам доступ к днищу кузова и переднему мосту. Эта работа осуществляется перед подготовкой к, возможно, наиболее важному этапу производства «Авентадора» – установке огромного силового агрегата в шасси автомобиля. Мы находимся на самом ответственном участке линии сборки «Ламборгини Авентадор». Здесь производится установка двигателя. Сердце автомобиля, кузов в белом. Мы называем это «женитьбы машины и двигатели». Именно во время этой церемонии результаты четырех последних лет работы команды разработчиков становятся единым целым. Дизайн объединяется с инженерными решениями. Тут, как и на других этапах производства, специалисты каждой станции берут на себя полную ответственность за свой участок. Как вы можете видеть, все соединения подписаны, чтобы гарантировать, что все фазы выполнены надлежащим образом. Существует риск, что машина не будет работать как нужно после или во время дорожных испытаний, и это может стать большой проблемой для заказчика. Как вы видите, эта работа делается без какого-либо оборудования, роботов или другой автоматики. Все только вручную. Шаг за шагом машина принимает очертания от пустой оболочки до полностью собранного суперкара, который покинет завод. Пока работа на сборочной линии идет полным ходом, по соседству готовится еще один важный элемент Авинтадора – салон. На этом участке завода рабочие готовы угодить любым личным предпочтениям заказчиков относительно облика их автомобиля. Каждый день сюда поставляется около 100 квадратных метров кожи до 9 разных цветов. Внимание к деталям крайне важно, чтобы результат прошел строгий контроль качества. Вот специалист по коже выискивает недостатки на шкурах и отмечает их. Автоматическая машина распознает отметки и вырезает детали из участков без недостатков, чтобы лишь идеальный материал пошел на интерьер Авинтадор. Затем кожа передается специалистам, прошедшим три года специальной подготовки, которые сшивают и склеивают отдельные детали в готовый интерьер Авинтадора. Тем временем на сборочной линии готов еще один важный элемент Авинтадора. Это просто выглядящая деталь – подвеска, но ее кажущаяся простота основана на вложенном в ее создание инженерном мастерстве. Авинтадор использует систему независимой рычажной подвески типа Пуш-Рот с толкателями прямо из мира гоночных болидов Формулы-1. В его основе разделение колеса и амортизирующих элементов. Благодаря тому, что амортизаторы находятся внутри автомобиля, такая подвеска обеспечивает колесам максимальный контакт с дорогой во время прохождения поворотов, что значительно улучшает управляемость. А это насущная необходимость для машины, способной развивать 350 км в час. Что чувствует водитель? Он ощущает частоту вождения, точность вождения. По-настоящему уникальна по сравнению с другими системами, которые мы использовали на Мурселаге. Другим ключевым элементом Авинтадора, оказывающим серьезнейшее влияние на управляемость ощущения водителя, является трансмиссия. Трансмиссия Авинтадора приводится в действие двумя рычагами-лепестками под рулем. Но куда более интересно то, что происходит вдали от наших глаз. Это запатентованная трансмиссия Ламборгини с независимым включением передач. Эта технология позволяет производить переключение передач практически параллельно. Один привод выключает одну передачу, второй в это время уже включает следующую. Таким образом, время переключения составляет 10 миллисекунд, что недалеко от времени переключения передач в Формуле-1, где оно в среднем составляет около 30 миллисекунд. Подобные технологические инновации возможны лишь при широкомасштабных испытаниях автомобиля на этапе разработки. И, возможно, самым важным моментом для инженеров является тот, когда прототип впервые выезжает на трассу. Для Авинтадора такой момент настал в 2008 году. Мы оказались на первом испытании Авинтадора, на треке нас переполняли эмоции. Это было ночью, на трассе Нардо. Небольшая группа людей следит за зверем, готовым впервые рвануться с места. Это заняло годы и месяцы, почти полтора года, прежде чем он пришел в движение. После рассказов водителей, проехавших первые круги, появилось ощущение, что нам удалось создать нечто, способное стать новым образцом для создания суперкаров. Человеком за рулем того прототипа был главный водитель-испытатель «Ламборгини» Джорджио Санна. Он был ключевым членом команды разработчиков «Ламборгини» с 2001 года. Для многих это работа мечты. Но кроме восторга от вождения прототипов суперкаров, в ней есть и свои сложности. На нас лежит невероятная ответственность, потому что за всем этим стоят огромные инвестиции, и информация, которую дают водители, инженеры и техникам, крайне важна для разработки новых моделей. И когда он впервые проехал на «Авентадоре» в конце 2008 года, то с огромным облегчением обнаружил, что три года напряженной разработки прошли не зря. Ощущения испытателя на первых порах крайне важны, потому что сразу чувствуется потенциал автомобиля. И когда я был за рулем прототипа «Авентадора», хотя это и была первая тестовая машина, я сразу понял, что у этого автомобиля огромный потенциал. Я сразу понял, что этот проект на два поколения опережает «Мурселага», и что эта машина станет главным героем новой эры для «Ламборгини». «Авентадор» достиг последних этапов сборочной линии, и механики работают быстро, чтобы подготовить его к следующему этапу производства. Мы находимся на последней рабочей станции сборочной линии «Авентадоров». Четыре дня, 50 рабочих на линии и более 60 в шорной мастерской и на участке сборки двигателя, и машина готова. Не менее важным, чем сам сборочный процесс, является ряд контрольных испытаний, которые машина должна пройти после сборки. Малейший недостаток может сказаться на показателях автомобиля. В особенности необходимо проверить работу его элементов безопасности. Тормоза проверяются в особом помещении, где машина развивает скорость до 140 км в час, удерживаясь на месте на беговых барабанах. Углеродно-керамические тормоза «Авентадора» способны остановить машину со 100 км в час за 30 метров. Теоретически «Авентадор» способен разгоняться до сотни и тормозить обратно до нуля менее чем за 4 секунды. Данные антиблокировочной системы дистанционно передаются сначала на две тарелки приемника, затем в компьютер для анализа. Последняя задача рабочих завода — тщательно осмотреть автомобиль в световом туннеле, чтобы убедиться, что его внешний вид не пострадал во время сборки. Но прежде чем отправиться в назначенную ему точку мира, каждый «Авентадор» должен пройти последний этап. Важнейшие дорожные испытания. Каждый автомобиль совершает тест-драйв по окрестностям. Во время поездки проверяются все системы машины, чтобы убедиться, что все сложные инженерные решения работают идеально. Только теперь впервые можно должным образом насладиться автомобилем. Лишь после того, как конфигурации и настройки всех систем «Авентадора» удовлетворят водителя, он подпишет согласие на сдачу машины. «Авентадор» прошел долгий путь с момента первоначального замысла о его создании в 2007 году. Результатом нескольких лет упорной работы дизайнеров, инженеров и механиков встала машина, которая, скорее всего, в ближайшем будущем останется флагманской моделью «Ламборгини». Риск начинать работу с чистого листа оказался оправданным. Впереди новая эра, и готовые «Авентадоры» сходят со сборочной линией со скоростью 20 машин в неделю. Но для «Ламборгини» работа на этом не заканчивается. В 2013 году компания отмечает полувековой юбилей, и ее сотрудники будут искать новые способы раздвинуть границы автомобилестроения. Стефан Винкельман полагает, что не за горами, возможно, совершенно новая эпоха. Нашей стратегии, подразумевающей наличие двух моделей, в будущем будет недостаточно. Поэтому мы решили взяться за третью модель. Это будет «Ламборгини», на которой можно ездить каждый день. Практичная «Ламборгини», но внутри у нее будут подлинные корни «Ламборгини». Возможно, уже скоро мы увидим «Ламборгини» на каждый день. Но до тех пор итальянский производитель суперкаров сосредоточит все свои усилия на выпуске машин, назначение которых – оставаться впереди конкурентов. И сейчас автомобилем, лидирующим в этой гонке, является «Авентадор». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok